Музыка Мы продолжаем читать, вернее заканчиваем сегодня читать вторую часть хроник Нарни, Лев колдунь и платяной шкаф, и остановились мы на том, что Аслан ожил, воскрес, и объясняет он это свое воскресение, оживление, тут я постоянно говорю два слова, потому что мы привыкли к одному слову, но слова воскресения здесь нет, Аслан всегда говорит о том, что он просто живой. А вот что ответил Аслан, колдунья знает тайную магию, ходящую вглубь времен, но если бы могла заглянуть еще глубже, в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарни, то прочитала бы другие магические знаки и узнала бы, что когда вместо предателя на жертвенный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершал никакого предательства, то стол сломается и сама смерть отступит перед ним. По сути дела здесь на языке сказки, на языке мифа, на языке метафоры, на языке детского восприятия Льюис передает суть искупления, как оно есть. Искупление в том, что вместо виновного человека и человечества, цельного человека, восходит тот, кто не виновен ни в чем. И когда он умирает на этом столе, то орудие жертвоприношения, орудие казни ломается и смерть перед ним отступает. То есть смысл искупления в том, что вместо человечества заходит на смерть, на смерть предает себя тот, кто ни в чем не виноват. И когда он предает себе смерти, будучи ни в чем не виновным, то само вот это орудие казни, само мучение, мучение греха, наказание за грех, оно исчезает. Сам институт, инструмент наказания за грех исчезает. И смерть отступает, потому что смерть есть главный плод греха и главный инструмент наказания за грех. Если грех теперь не приводит к смерти, если грех теперь не приводит к столу, на котором умирает человек, то грех сделается бездейственным. Он не может ничего сделать человеку. В этом мы уже говорили, я не буду лишний раз на этом акцентировать внимание. Это то, что смерть где твоя жала, ад где твоя победа. Но люди по-прежнему, как бы всегда, склонны к тому, чтобы возвернуться от этого радостного благовестия к вещественным началам, к законным началам бытия. Мы по-прежнему мучаемся между грехом и безгрешностью. Апостол Иоанн Богослов в первом своем послании в нескольких местах, но особенно ярко в главе первого послания, говорит о том, что человек не может не грешить. И его это не пугает, потому что у нас есть тот, кто упразднил действие греха. Не грех он упразднил, он упразднил действие любого греха. То есть мы согрешая не умираем, потому что у нас есть искупление, у нас есть искупитель, у нас есть жертва за любой наш грех, которая снова и снова возвращает нас к миру с Богом. Жертва умилостивления, которая всегда умягчает наше сердце, избавляет от ужаса отчаяния и примеряет нас с Богом во Христе. И поэтому христианин, он думает не о совершенных грехах. Он думает о благодарности Богу и исполнении Его воли. Он выступает как слуга в Дому Божьем, чтобы исполнять волю своего домовладыки. На эти притчи нам постоянно и указывает Христос. Вот, скажем, притча о талантах. Разные слуги в Доме Господнем, каждому дается талант, и он должен трудиться. Их не спрашивают, как они трудились. Просто он видит плоды их любви, плоды их усердия и хвалит их. А последний, получивший один талант, ничего плохого вообще не сделал. Он не согрешил. Но при этом он наказывается, потому что он не любит своего дома владыку. Это не значит, что грешить хорошо. Совсем нет. Это значит, что грех не имеет над нами власти. Мы должны думать не о том, что согрешили или не согрешили, о том, идем ли мы за Христом, творим ли Его волю, любим ли мы Его и людей. Если не любим, то должны искать, умножать эту любовь к Богу и к людям. Естественно, грехи этому мешают. Вернее, страсти, приводящие к грехам, этому мешают. И мы боремся со страстями, чтобы сердце наше полнее прилепилось к Богу, прилепилось ко Христу, прилепилось к людям для служения им. Но сам по себе грех не вводит нас в уныние и депрессию, совершенной нами, если это, как говорит тот же Иоанн Богослов, не грех к смерти, когда наше отношение с Богом разрывается напрочь. А просто наши многочисленные грехи, они теперь не разрушают ничего. Если мы пребываем в постоянном сокрушении и благодарности, дарованной нам Богом, то постепенно восходим к более полному и глубокому общению с Ним. Но вот здесь меньше говорит, то есть вообще не говорит он, Льюис, об отношениях любви, но он показывает, дает свидетельство о том, что важно, конечно, было для западной протестантской традиции, именно эта часть искупления, что грехи больше не властны над человеком. Они не ввергают нас в отчаянии, потому что все их взял на себя Христос, все он их понес на себе, все он их пригвоздил ко Христу и даровал нам прощение грехов всякого греха. Вот, ну а дальше происходит неожиданное дело. Они садятся на льва и начинают на нем скакать. Вот, ну нет, наверное, в живых, в реальной жизни человека, который смог бы описать нам, что это могло бы быть, скачка на льве. Вот, Льюис пытается, но это всего лишь фантазия, он сам не скакал на льве. У него все впереди, конечно, я надеюсь, у него наступит день, когда он сможет это реализовать, но пока вот никто не знает, каково это. Но важно, что они побежали не на помощь мальчикам, сражающимся с белой колдуньей. Они побежали в замок белой колдуни, что, конечно, скажем, догматической стороне евангельской истории соответствует больше. Потому что, когда воскрес Христос, воскресли вот этим знаком, того, что разрушена власть смерти, разрушен ад, и было воскресенье многих и многих людей, которые являлись многим. И это вот как бы множественность воскресших людей, она очень тогда впечатлила, и нам об этом говорят. И вот здесь описывается нечто похожее, когда Аслан с девочками направляется в замок белой колдуни. Незадолго до полудня они очутились на вершине крутого холма, у подножия которого видели замок. Сверху он был похож на игрушечный, состоявший, как казалось, из одних островерхих башек. Лев мчался так быстро, что замок становился больше с каждой секундой, и прежде чем успели спросить себя, чей это замок, они уже были рядом с ним. Теперь замок не выглядел игрушечным, он грозно вздымался вверх. Между зубцами стен никого не было видно, ворота стояли на запоре. Аслан, не замедляя бега, прорычал, «Это дом белой колдуни, держитесь крепче». В следующий миг им показалось, что весь мир повернулся вверх дно. Лев подобрался для такого прыжка, какого еще никогда не делал, и перепрыгнул, вернее бы сказать, перелетел прямо через стену замка. Девочки, переводя дыхание, но целый невредимый, скатились у него со спины и видели, что они находятся посреди широкого, вымощенного камнем двора, плотно заставленного статуей. Мы на этом дворе уже были. И вот лев начинает оживлять людей, подходит, дышит на них своим теплым дыханием в жизни, и все статуи оживают и возвращаются к жизни, с какими бы разными они ни были. Там есть такой интересный эпизод, сравнение, такая очень яркая метафора. Вы, наверное, видели, что бывает, если поднести спичку к куску газеты. В первую секунду кажется, что ничего не произошло, затем вы замечаете, как на этой газете начинает тычь тонкая струйка огня. Нечто подобное они видели теперь. После того, как Аслан дунул на каменного льва, по белой мраморной спине побежала крошечная золотая струйка, потом сделаешь шире, еще шире, казалось, льва охватила золотым пламенем, как огонь охватывает бумагу. Задние лапы и хвост были еще каменные, но он тряхнул гривой, и все тяжелые каменные завитки застроились живым потоком. Лев открыл большую красную пасть, обдав девочек теплым дыханием. Ну вот и задние лапы его ожи. Лев поднял одну, почесался, затем, заметив Аслана, бросился в доконку и принялся прыгать вокруг, повизгивая от восторга. Конечно, девочки не могли оторвать от него глаз, но когда наконец отвернулись, то увиденное заставило их забыть про льва. Все статуи, окружавшие их, оживали. Двор не был больше похож на музей, а скорее напоминал зоопарк. Вот это вот сравнение, как два антипода, зоопарк, как гомон, шум, но набор живых, и музей, как тихое, молчаливое, чистое, но наполненное не жизнью, наполненное свидетельством о том, кого здесь уже нет. Музей и зоопарк, он не случайно берет такое сравнение. У человека, у человека есть всегда странная и страшная альтернатива. Он может, никто не пробовал жить в зоопарке. А? Попробуйте, придите в какой-нибудь интернат, где много маленьких детей, детский садик, где почти неуправляемое движение жизни. И вы поймете, да, если вы живы, и у вас нормально все вот с отношением со Христом, то вы почувствуете это биение жизни, но у вас, вам будет тяжело, вам будет страшно. Страшно, как же всем этим управлять? Выжь-то ведь не ослам. Как жить в этом море живых существ? Каждый что-то мычит, что-то хочет, что-то требует, они разные, от великана, какого-нибудь до маленькой мышки, вот как бы не раздавить. И чтобы это дело как-то вот упорядочить, человек начинает превращать зоопарк в музей, где у каждой вещи свое место, где все бабочки, как это будет у Юсаса, приколны к своему этому самому месту, у каждого бирка, где живое существо превратилось в чучело, оно такое же замечательное, весь экстерьер видно, вот, и она будет жить долго и вечно, ну, то есть не существовать, но жить она не может, что она умерла. Вот, людям удобнее жить в музее, а нам предлагается жить в зоопарке, где вот не случайно, слово звучит грубо, но на самом деле оно точно, потому что зоопарк сразу предполагает разные виды живых существ. Мы когда попадаем в садик или в многодетную семью, нам предполагается, что все они одинаковые, нет, они все разные, один из них дракон, другая трусливая мышка, третья, там, допустим, шустрая белочка, а четвертый просто ленивец, вот, и они такие, и в этом всем, вот, разнообразии живых существ надо жить, надо научиться жить в разнообразии жизни, но мы чувствуем себя там неловко, мы хотим превратить разнообразие жизни в музей, у нас не всегда получается, это трудно, мы все-таки не сатана, нам трудно, но мы стараемся, мы наклеиваем ярлички, мы определяем род и вид, мы классифицируем, сертифицируем, систематизируем, этих в А, этих в Б, этих в Е, этих в этот кабинет, этих в этот кабинет, вот, мы боимся разнообразия жизни, она нас пугает, мы всегда стараемся ее высушить, мы не можем превратить нашу жизнь в то, во что превратила белая колдунья, у нас нет дыхания смерти, слава Богу, но мы стараемся, и очень часто мы убиваем жизнь наших мужей, наших жен, наших детей, наших учеников, даже порой наших родителей, превращая в их, в некие известные виды, роды, определяя их, описывая их, и говоря, главное, ты не шевелись, ты делай только то, что должен делать, ну, не совсем, конечно, гербарий, но все же таки и не живой лук, а для того, чтобы жить в изобилии разнообразии жизни и не бояться ее, в нас самих должно быть жизни очень много, а мы такие же, в нас нет жизни, значит, надо, чтобы этой жизни в нас было больше, а для этого нам нужен Христос, надо соединиться со Христом, и чем больше в нас будет Христа, тем больше в нас будет жизнь, тем спокойнее мы будем чувствовать себя в изобилии присутствия разных людей, вы посмотрите, как нас напрягает человек, который думает не так, как мы, который любит не то, что мы, который носит не то, что мы, и читает не то, что мы, и говорит не то, что мы, мы боимся этого неразнообразия, чтобы перестать этого бояться, надо стать святым, то есть напитать себя жизнью, а когда мы стараемся, ловим себя на том, что мы кого-то засушиваем, кому-то определяем, как ему жить, дышать, действовать, то есть боимся, как бы он не стал непохожим на нас, то пусть это скажет, будет для нас свидетельством того, что мы приняли сначала как бы главенство закона, а идя путем главенства закона, мы дойдем до главенства сатаны. Ну и вот они оживили всю эту толпу и радостно побежали на, уже на сражение туда, где оно происходит. Сражение там очень такое, скажем, горячее, очень горячее, конечно, вот, хотя оно присутствует здесь, по существу Льюис его не описывает, в этом смысле кино дает более величественную палитру сражения в первой части Хроник Нарнии, и надо сказать, очень оно хорошо сделано, вот, без перебора, я бы сказал, вот, и тем не менее величественность, эпичность этого сражения присутствует, вот, но когда они подбегают, по сути дела, все заканчивается очень быстро, лев бросается на колдунью, и колдунья погибает, вот, все куда-то исчезает, все куда-то разносится, вот, единственное, что мы выясняем по ходу, дальше выясняем, что Эдмунду, как это и в фильме показано, но нам здесь просто дается понять, что Эдмунд как-то сумел сломать у белой колдуни жезл, который она превращала в камень, это очень сильно помогло, вот, но в результате он сам был ранен, вот, что мы узнаем уже потом, задним числом, через несколько минут битва была закончена, большинство врагов погибло во время первой атаки армии Аслана, а те, кто остался жив, увидев, что колдунья мертва, или спаслись бегством, или сдались плен, и вот уже Аслан и Питер приветствуют друг друга, крепко пожимая руки и лапы, Люси никогда еще не видела Питера таким, как сейчас, лицо его было бледное, суровое, и выглядел брат гораздо старше своих лет, мы должны поблагодарить Эдмунда Аслан, услышала Люси слова Петра, нас бы разбили, если бы не он, колдунья размахивала своей палочкой направо и налево, и наше войско обращалась в камень, но Эдмунда ничто не могло остановить, добираясь до колдунья, он сразил трех людоедов, стоявших на его пути, и когда он настиг ее, она как раз обращала в камень одного из ваших леопардов, у Эдмунда хватило ума обрушить удар меча на волшебную палочку, а не на колдунью, и то он сам попревратился в старту, и остальные как раз и поплатили за эту ошибку, когда палочка оказалась сломанной, у нас появилась некоторая надежда, «Ах, если бы мы не понесли таких больших потерь в самом начале сражения, Эдмунд тяжело ранен, надо нам подойти к нему». Друзья нашли Эдмунда за передовой линией на попечении миссис Бабрихи, он был в крови, рот приоткрыт, лицо жутко зеленого цвета. «Быстрее, Люси!» воскликнула сломанту, девочка вдруг впервые вспомнила о целебном бальзаме, который получила ей в подарок от Деда Мороза. Руки у нее так дрожали, что она не могла вытащить пробку, но когда наконец ей это удалось, она влила несколько капель брату в рот. «У нас много других раненых», напомнил ей Аслан. Но Люси, не отрываясь, смотрела на бледное лицо Эдмунда, гадая, помог ли ему бальзам. «Я знаю», ответила она нетерпеливо, «Погоди минутку». «Дочь Адама и Евы», повторил Аслан еще суровее, «Другие тоже стоят на пороге смерти». «Сколько же еще должно умереть из-за Эдмунда?» «Прости меня, Аслан». Люси встала и пошла за ним. Следующие полчаса оба были заняты делом, она возвращалась с раненым, он тем, кто обратился в Кальм. Этого момента нет в фильмах, а один из самых замечательных моментов. Ну, все логично, все понятно, девочка, сестра склонилась над братом, который в сущности умирает. Она дала ему лекарство и ждет, что будет дальше. Вот. Ей хочется побыть с братом, она наполнена многими чувствами сострадания, сопереживания, надежды, и хочется первое его обнять, когда он придет в себе. Это стоит того, согласитесь, когда брат откроет глаза и увидит твое лицо, и поймет, что ты вернула его к жизни, ради этого стоит жить. Она и живет. Но есть другие существа, которым нужна помощь. Ты думаешь сейчас не об Эдмунде, ты думаешь о себе. Даже Люси, которая вообще-то никогда старалась не грешить, она всегда верная дочь, Аслан, она всегда ему предан, но здесь, увлекшись не грехом даже, а просто слишком человеческим. И он ставит ее на место. И когда он ставит на место, он обращается не по имени, он обращается вот так вот, как бы официально, как бы к дочь Адама и Евы. Но это не просто официально дочь тех, кто согрешили. Вообще-то она дочь Аслана, они же все его дети, но она указывается на то, что она возвращается к той ситуации, с которой начался грех. Ты дочь согрешивших родителей, не послушавшихся меня, которые сказали мне подожди. Ты понимаешь, Люси, с чего начинается смерть? Ты просто говоришь Богу подожди, вместо того, чтобы пойти и делать то, что Он тебе велит. Она стрепенулась, она чистая человека, побежала делать то, что велит ей Бог, спасая жизни раненых существ. Но как часто мы говорим Богу подожди, не надо, сейчас я не могу делать твою волю, и в сущности всякий раз повторяем тот самый путь, который прошли наши прародители Адам и Ева. Именно про это и говорит Христос в своих словах, кто любит отца или мать свою, детей своих больше, чем меня, меня не достоин. Любить-то можно, нельзя любить больше, чем Христа. И здесь, конечно, любит Эдмунда, и плохо ничего нет, но Аслана она должна любить больше. слушаться прилежь, и если это не получится, то снова придет какая-нибудь беда. Когда девочка наконец освободилась и смогла вернуться к Эдмунду, тот был уже на ногах, и рандовы исцелились. Люси давно, пожалуй, целую вечность не видела, чтобы он так чудесно выглядел. По правде сказать, с самого того дня, как пошел в школу. Там-то, в этой ужасной школе, в компании дурных мальчишек, он избился с правильного пути, прямо смотреть людям в глаза. И тут же на поле боя Аслан посвятил Эдмунда в рицаре. Всего лишь маленький штрих, но понимаем, что такое плохое поведение Эдмунда обусловлено не тем, что он член семьи Певенси, все хорошие, а он плохой, а тем, что у него были другие друзья и приятели, что он дружил с плохими людьми, и через это, попав по дурной влиянию, он стал совершать нехорошие поступки, и собственно для него-то это благодатное посещение Нарнии, благодатных переживаний с Богом, и помогло оставить прежний образ жизни, измениться, и научиться мужественному, честному, благородному поведению, за что он и был, рукоположен, хотел сказать, посвящен рыцарю, за то, за что он и стал рыцарем, пройдя через эти испытания, он приобрел качество, то есть, на самом деле, вся эта история, все эти хроники, для того, чтобы человек, переживая благодатно Бога в жизни, он приобрел качество, помогающие ему стать достойным человеком, в первую очередь, благодать нужна нам не столько для того, чтобы ходить по воздущим и исцелять мертвых, ой, искушать мертвых и исцелять больных, не в этом благодать, она дается и для этого, но тем, кому угодно, кому Бог сам хочет дать, а всем остальным людям благодать дается для того, чтобы стать достойным человеком, чтобы не врать, чтобы быть мужественным, чтобы быть честным, чтобы быть цельным человеком, благодать ведь исцеляет человек, то есть сделает его целостным, восстанавливает его в собственном его статусе человек, а мы забывая это, мы ищем каких-то сверхблагодатных даров, которые, может быть, Бог и не собирался нам давать, но каждому из людей он дает дар исцеленной, восстановленной жизни, которую все мы потеряли, ибо тогда, когда грешили. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова